Герои нашего следующего сюжета тоже хорошо получаются на фотографиях и пользуются популярностью местных телеканалов. Несмотря на очень длинные носы. Речь про новых обитателей. За уголка ковчег в Чебоксарах. Их так и называют носухи. Самочка носухи, как и большинство девушек, сладкоежка. К нашему микрофону она тянется не из-за желания дать интервью, а потому что приняла его за банан. Ее любимое лакомство. Сейчас кормим бананом, а так у них в еде мясо, насекомые мелкие, фрукты. Это банан так, для баловства, чтобы к рукам приучить. И яички куриные. Очень любят. До конца ее повадки сотрудники за уголка еще не изучили. Молодая носуха появилась здесь недавно, так что ей пока даже не придумали имя. А вот ее соседа по вольеру зовут Сева. Носухи относятся к семейству енотовых. В дикой природе их можно встретить на американских континентах, в широтах с теплым климатом. Нос у нее большой, чтобы насекомых искать в траве. Кроме длинного носа, носух отличают мощные когти, которые позволяют хорошо лазать по деревьям. Там они скрываются от опасности и спят. Сейчас рот носух не считается исчезающим. Они не внесены в Красную книгу. Однако из-за уничтожения их естественной среды обитания, лесов, животные вынуждены выходить к людям. На воле они нередко питаются на свалках или воруют цыплят у фермеров. Этим носухам жизнь впроголодь не грозит. Однако, как и другие обитатели зооуголка, они быстро сообразили, что от посетителей можно ждать не только внимания. Почему-то все животные тут попрошайками становятся. Вот любители просить. Ходи покормили вовремя, все равно будет просить, бабу тянуть, чтобы еще дали. Поэтому у нас все вот такой жирненький и крупненький. В Чебоксары носух привезли из Нижегородского зоопарка, где они и родились. Специалисты зооуголка надеются, что эта парочка тоже через год сможет дать потомство. Вместе с носухами в Чебоксары привезли и индийскую карликовую корову по имени Люба. Сейчас все они живут в теплом вольере. На улице их можно будет увидеть летом.